Всем здарова, братво, на связи, как всегда, я, Малфой. И это 55-я серия Пути Бомжа на Хасл Онлайн. Ваш товар-кейс новогодний 2 единицы был продан в киоске, ну а бутылки мне вернули, окей. Немного я разобрался с ценами на бизнесы, и на мой бюджет 41кк можно взять закусочную, или 24 на 7, с финкой 100-150 тысяч каждый день. Перед поисками мы залетаем в казик, снимаем 300кк с банкомата, пополняем свою сытость на 100%, и в этот раз мы обойдемся без азартных игр. По поводу батлпаса я все-таки решил его пока что не проходить, ну потому что призы в бесплатном пропуске, ну прям очень слабые. Более-менее приз находится на 17 уровне, это замороженная шляпа. Ну а его возьми и прокачай еще. Другие аксы, экспи, баллончик с краской нас не интересуют, и вот ключ от кейса находится только на 77 уровне. Но вы сами должны понимать, что его, ой как непросто, прокачать, при условии, что батлпас закончится через 33 дня. Итак, поехали! Запускаем рекламку, что мы купим закусочную, в ту же самую рацию дальнобойщиков. Ну и почему бы не отправить сразу объявление? Просто куплю бизнес. Когда его там отредактируют, я не знаю, и мы пересаживаемся на Тойоту Марк 2. После того случая, как мне выпал ключ на дрифте, я аж прям замотивировался дальше давать бока. Ну и заодно вдруг получится поставить рекорд. Подам заявку на участие в конкурсе. 99 тысяч очков, я так понял, плохая цифра, и справедливо будет оскорбить этого рукожопа. Попытка номер 2, уже очки перевалили за 100 тысяч, и вот в Payday я получил награду за промокод. Этот пацанчик на жиге меня испугал, сессия закончилась, но и по награде это какая-то шляпа. Мы её забираем, и ещё деньги 230 тысяч, мелочь, а приятно. Несколько попыток дрифта, и вы только посмотрите, кто за мной увязался. Пацанчик на BMW X5 пишет мне, Стой, вот ты сейчас серьёзно? Я пытаюсь сделать рекорд, набить очень много очков дрифта, а ты пишешь, Стой? Так в чём прикол? Он продолжает меня преследовать, едет и едет за мной. Ещё один водила на жигулях, как вы меня достали? И вот начинаем объяснять подписчику элементарные вещи. Я хочу выиграть в конкурсе, и подставы от своих подписчиков, но я точно не ожидал. Вижу объявление, что пацанчик продаёт АЗС Барвиха за 75 миллионов. Не, ну слушай, попытка не пытка. За 40 не отдашь АЗС? Он говорит, что ему дают уже 49,8 кк. Так я тебе ещё гелик свой дам, ну. В принципе, Барвиха район хоть и отдалённый, но там же живут мажоры сервера. Поставить максимальные цены на бензины, тупо фармить бабки. Общались мы минут 5, и в конце концов он отказался от моего предложения. Как бы я ни старался, побить свой же рекорд 200 тысяч мне не удалось. Зато я стал лучшим игроком за сутки. Это первый мой подобный рекорд. И вот 720 тысяч за все заезды. Но тогда полетели с вами на контейнеры. Как раз они появятся через 20 минут. Вижу, моё объявление уже проверили, и вот как раз публикация. Ну что, надеюсь, я найду продавца бизнеса. Первому отвечаем, бюджет у меня 40 кк. У второго спрашиваем цену за 24 на 7 простоквашина. И ещё цену узнаём за 24 на 7 старая рублёвка. С финкой 300 кк. Пока они там думают, я вот аксессуар с промокода забрал. Не, ну шапка прикольная. Предлагаю за 24 на 7 максимум 41 кк. А он торгуется и хочет 42. Начинаем туда-сюда выяснять отношения. И он говорит, что я его обманываю. Я сказал, что у меня лимит 41 кк. Ну в плане, что больше денег у меня просто нету. Ну и наконец-то он согласился. За 41 миллион бизнес с финкой 300 кк каждый день. Это халява. Предлагает встретиться возле нотариуса. И вот его геопозиция. У меня полетели. Здороваемся с Максимом. И нужно точно проверить финансовую статистику. А то вы знаете, сколько китков развелось. Может соврать по поводу финки 300 кк. Договорились писаться в дискорде. И вот сразу показываю вам переписку. Романчук это он. И вот сразу скидывает два скрина. Финки и то, что он купил бизнес за 50 миллионов. Видим дату 9 января по сути недавно. И вот здесь прибыль 300, 290, 250 косарей. И то, что он купил бизнес за 50 кк. Вот на скрине все правда. Прошу его скинуть финку вот прям в данный момент. И он ну капец как морозится. Спустя 5 минут уговоров наконец-то присылает актуальную статистику. Финка за вчера 22 тысячи. Поза вчера 109. И вот за 9 число 43 тысячи. Хотя на самом первом скрине виднеется цифра 81 тысяча. Тут уже как минимум не состыковка. Переписка с ним у вас на экране. И кое-как договорились на 37 с половиной миллиона. Перемещаемся уже в игру. И вот сделку будем проводить в нотариусе. Хотя честно говоря можно же обычной командой продать. А он пишет, что почему-то не может. Проверяем все верно. Он отдает бизнес продуктовый магазин. Я указываю деньги 37 с половиной миллионов. И по сути вот сейчас я стану владельцем бизнеса. Упасся он резко убрал бизнес и поставил машину Lada 2101. Стопэ. Так еще ровно тот момент когда он поменял бизнес на машину. Он спросил в чате. А ты себе его покупаешь? Типа попытался отвлечь мое внимание. Он вернул обратно в слот бизнес. И вот сделка никак не может совершиться. Спрашивает теперь про мои машины. И начинает пудрить мозги. За сколько бы я продал гелик? Ага. Актерское мастерство Малфоя запущено. Включаем режим дурачка. И типа мы в этом не разбираемся. Так как все слоты на машины у меня заняты. Он никак не может впихнуть свою Lada 2101. И уже объясняет как забрать випку с призов. Но чтобы слоты у меня увеличились. Забираем випку. Повторяем сделку. Видим что бизнес все четко. Выставляем деньги 37,5 кк. И опася. В очередной раз появляется его машинка вместо бизнеса. И отвлекающая фраза в чат. Я не перекуп братишка. Короче пробиваем тайм. Угораем с этого лошка. На всякий случай еще в табе найдем его никнейм. И я иду писать админом. Таких китков нужно сразу блокировать.